Всем привет! Сегодня вывел деньги по акции Тинькофф Инвестиции до 25 тысяч рублей клиентам Тинькофф за прохождение обучения инвестициям. Соответственно, мой заработок составил 2400, 3000 я заводил своих денег, чтобы сделать оборот. И, соответственно, чистыми 2400 с копейками я заработал за две недели, по сути, буквально деньги из воздуха. Убедился сегодня, что эта акция действительно работает, то, что деньги мне пришли на счет, ну, причем пришли они моментально после того, как я выполнил условия. И после этого решил рассказать вам об этой акции. Многие из вас, наверное, видели рекламу. По телевизору активно крутят то, что Тинькофф Инвестиции до 25 тысяч рублей. Но во время этой рекламы нельзя вот так вот поставить на паузу и прочитать мелкий шрифт о том, что, собственно, как вообще заработать эти деньги. Я вообще постараюсь максимально подробно, понятно, рассказать в этом видео, что да как. Поэтому рекомендую до конца вам досмотреть его. Если какие-то вопросы останутся, напишите в комментариях, постараюсь ответить. Либо, если не смогу ответить, то напишите в поддержку Тинькова. В поддержке Тинькова отвечают быстро. Я сам несколько раз задавал там вопросы, в принципе, отвечают хорошо там. Итак, суть акции. То, что если у вас нет брокерского счета в Тинькове, либо не было в течение года. То есть, если вы уже клиент Тинькова, как я, например, уже был клиент Тинькова, вы сможете принять участие в этой акции. Более того, для участия в этой акции вам понадобится дебетовая карта Тинькова, для того, чтобы пополнять счет и выводить деньги с него. Соответственно, если вы уже клиент Тинькова, вы все равно сможете принять участие в этой акции. Главное, чтобы у вас не было брокерского счета. Если у вас уже есть брокерский счет, тогда в этой акции вы принять участие не сможете. Итак, чтобы принять участие в этой акции, нужно будет открыть брокерский счет. Это сделать бесплатно можно. И обслуживание брокерского счета также бесплатно. После чего скачать приложение Тиньков инвестиций, пройти в нем 10 уроков и получить за каждый урок по подарочной акции. Соответственно, всего может выпасть до 25 тысяч баллов, так называемых. Ну, эквивалент рублях. Я смотрел вообще в интернете, кто из людей проходил эту акцию. В основном, по факту, большинство получало от 2 до 5 тысяч рублей. То есть, ну, вот мне 2 400 получилось за эту акцию заработать. Ну, некоторые действительно делают скриншоты, как там акция Microsoft падает за 200 долларов. Там некоторые по 15, по 20 тысяч заработали за эту акцию. То есть, реально можно заработать до 25 тысяч рублей, но, скорее всего, заработаете вы меньше. Скорее всего, где-то от 2 до 5 тысяч рублей. Но это деньги, которые, ну, просто так. Просто вот вам дали деньги, все. Соответственно, как эти деньги забрать? Нужно будет сделать оборот после прохождения обучения 15 тысяч рублей. Не пугайтесь, я расскажу, покажу, как это все сделать. Дальше. В чем еще момент? Эта акция проходит до 31 октября 2020 года. Соответственно, я вот в поддержке Тинько задал вопрос, то, что если я хочу порекомендовать друзьям пройти обучение и поучаствовать в этой акции, успеют ли они принять в ней участие. Соответственно, в поддержке мне ответили, что нужно успеть открыть брокерский счет до 31 октября. С учетом, что брокерский счет открывается в рабочий день, ну, по факту, то есть, там, до 29, скорее всего, октября нужно успеть подать заявку, чтобы вам успели открыть брокерский счет. Вот. Это вот такой основной момент, что акция уже заканчивается. Чтобы в ней принять участие, нужно успеть открыть брокерский счет. Напоминаю, это бесплатно, и обслуживание брокерского счета тоже бесплатное. И, соответственно, проходить уже само обучение и делать оборот для вывода подарочных акций, как написали мне в поддержке, можно уже будет делать позже. Итак, соответственно, чтобы открыть брокерский счет, нужно пройти по ссылке в описании, там будет написано «Дарим месяц торговли без комиссии». Это именно моя конкретная ссылка для друзей. Соответственно, по этой ссылке будет у вас месяц без комиссии. Это плюс будет для вас, потому что при обороте с вас бы так взимали комиссию, а так комиссию взимать не будут. Соответственно, если вы уже клиент Тинькова, как я, ставите галочку «Я клиент Тинькова», если у вас есть карта Тинькова, допустим, либо там еще какой-то продукт, вводите номер телефона, и, соответственно, вам уже буквально придут через несколько секунд SMS-ка, то, что вам открываем брокерский счет. Но если вы не клиент Тинькова, соответственно, заполняете полностью фамилиями отчества, здесь у вас дальше откроются там паспортные данные, просто я не могу здесь такой скриншот сделать, потому что я уже клиент Тинькова на момент открытия брокерского счета. Соответственно, после того, да, важнейшая информация о том, что вот эта вот мысль гениальная, проверить рекламу Тинькова на себе и насколько можно заработать денег и порекомендовать потом своим зрителям, эта гениальнейшая мысль посетила меня в 5 утра 10.10.20.20. Ну, я считаю, что мысль, которую 10.10.20.20 посетила, она не может, ну, не работать идея, точнее, это. Итак, после того, как вы оставили заявку на открытие брокерского счета, можно скачать приложение Тиньков Инвестиции. Соответственно, в Play Market или там на iPhone, Apple Store, вводите Тиньков Инвестиции, скачиваете, устанавливаете. Здесь у вас будет, по-моему, вход по номеру телефона. Мне сразу говорят, по номеру телефона вы, Андрей, введите номер карты. У меня была дебетовая карта уже Тинькова, соответственно, я ее ввел в номер. Опять же, если у вас нет дебетовой карты, вам нужно будет здесь, ну, как бы, отставить заявку на получение дебетовой карты. Дебетовая карта выпускается также бесплатно, но она доставляется там обычно в течение пары дней. Сейчас из-за карантина, возможно, дольше будет доставляться, и смотря, где вы живете. Соответственно, вот, чтобы принять участие в акции, нужно успеть открыть брокерский счет. Для его открытия, скорее всего, понадобится успеть открыть дебетовую карту. Соответственно, после того, как вы зайдете в приложение, вам уже будет написано, хочу первый подарок. Здесь нужно будет просто поставить ползунок на миллион четыреста. Соответственно, как бы обесценился миллион с 2014 года. Ну, получается, был миллион, а стал миллион четыреста. Продолжить. И вам написано, вот, ваш подарок. Однако, сможете вы забрать подарок после того, как вы откроете счет. Как видите, время 5.17 субботы. Брокерский счет никто по субботам не открывает. Соответственно, чтобы мне дождаться своего подарка, мне пришлось первого. Мне пришлось дождаться в понедельниках, когда мне пришла смс-ка, то, что брокерский счет открыт. Вот, буквально утром. Это местное время. Соответственно, по московскому времени в 10.30 открыли мне брокерский счет. И сразу я забрал свой первый подарок. Это оказалась акция ленты. И потом начал проходить обучение. Соответственно, само обучение почитайте в приложении. Рекомендую действительно реально прочитать. В принципе, даже без экономического образования можно все понять, что там написано. Но ответы я вам правильно покажу. Здесь пройти тест, здесь не будет никаких ответов на первом тесте. Здесь просто там вам, ну как, проверят, посоветуют, так сказать, куда вам выгоднее инвестировать. И после этого теста мне выпала акция Сбербанка. Подарочная акция Сбербанка. Дальше, следующий урок EES, так называемая. Показываю ответы. Соответственно, показываю ответы. Здесь я в одном ответе ошибся. Правильный ответ вот зелененьким отмечен. Для того, чтобы получить награду за прохождение урока, нужно ответить хотя бы на 50% вопросов правильно. Я сам отвечал на эти уроки, как видели, два раза ошибся. Ну, потому что вот эти EES мне не сильно интересны. Я так постольку, поскольку прочитал его. Но все равно, несмотря на то, что я два раза неправильно ответил, больше 50% правильных ответов. И мне в награду была акция Московской биржи. Следующий урок. Урок номер три. Показываю правильные ответы. Здесь я уже везде правильно ответил. Соответственно, когда будете проходить обучение, просто ставьте, можете ставить на паузу видео, выбирать правильный ответ, снимать с паузы, выбирать правильный ответ у себя в приложении, опять ставить на паузу, ну и так далее. Вот, поэтому я подробно. Акция Газпрома у меня, кстати, выпала за этот урок. И после чего, после чего мне появилось сообщение о том, что разблокируется следующий урок через два дня. То есть я начал, по сути, проходить уроки 12 октября, а сегодня вот 26 октября. У меня ушло, по сути, две недели на это, потому что все уроки за один день пройти нельзя. За первый день можно пройти только три урока, а потом они открываются по одному уроку через два дня. Но, как я говорил, что главное успеть начать проходить обучение, ну, точнее, открыть брокерский счет, вот, чтобы успеть поучаствовать в этой акции. Ну, так мне, по крайней мере, в поддержке ответили. Итак, прошло два дня, открылся четвертый урок. Показываю ответы на четвертый урок. Также ставьте ему на паузу правильные ответы, чтобы посмотреть. За четвертый урок мне выпала акция ленты. Пятый урок. Также ставьте на паузу. Кстати, вот биржевые фонды меня заинтересовал больше всего этот, как это сказать, этот продукт. То есть здесь можно вложиться на Тинькои фонды, так называемые. То есть туда входят акции облигаций, и плюс золото, и плюс валюта. То есть максимально стабилизированный, так сказать, портфель, застрахованный от рисков, насколько это возможно. Ну, правильный ответ там показал. Можете также на паузу поставить. При необходимости за этот урок выпала акция МТС. Дальше. Через два дня шестой урок. Показываю правильные ответы. Так, акция ВТБ. И вот здесь мне начали выпадать акции ВТБ. То есть там акции... До этого мне выпадали минимальные акции 200 рублей, а вот в конце мне начали выпадать акции ВТБ по 60 рублей. Потом акция Детского мира выпала на 100 рублей. То есть в конце подарки мне почему-то меньше стали выпадать. Но не суть важна. Главное, показываю вам правильные ответы. Также ставьте на паузу. Акция ВТБ, еще одна. Восьмой урок. Еще одна акция ВТБ. А, и потом у вас откроется экзамен. Экзамен я, к сожалению, не делал скриншоты. Я взял ответы для видео из интернета, отвечал сам. Один раз ошибся. Но чтобы вы не ошиблись... Кстати, на экзамен можно только один раз ошибиться. Если, видимо, ошибетесь больше, то мы можем будет его перепройти. Итак, вот правильные ответы для экзамена. Финального экзамена. После того, как вы пройдете уроки, откроется экзамен. Также ставьте на паузу. И отвечайте. Готово. Соответственно, после прохождения экзамена мне дали акцию Детского мира. Итого. Итого. Как посмотреть вообще свои подарки. После того, как вы пройдете обучение. Ну, они будут на главной странице отображаться. И как посмотреть оборот. То есть, вам нужно будет сделать оборот 15 тысяч. Как его посмотреть. Справа снизу нажимаете значок. Вот. Человечка. Здесь выбираете бонусы и акции. Выбираете все. Здесь вот видно все акции, которые выпали вам подарочными на акции. Пролистываете вниз. И вам будет написано 15 тысяч оборот нужно сделать. Две тысячи это я так ради эксперимента закидывал на вот как раз фонды. Там тысячу на рублевый. Тысячу на долларовый. И еще вот сто рублей там на золото. Ну, чисто просто ради интереса спортивного. Что такое вообще инвестиции. Попробуй для себя. Я на самом деле склоняюсь к тому, что свободные средства. Со временем я буду как раз вкладывать скорее всего в эти фонды. В особенности в долларах. Мне кажется, показалось это достаточно интересным. Но не будем отвлекаться. Показываю то, что на рублевом счете у меня 10 рублей. 10 рублей. Соответственно, показываю свои подарки, которые у меня есть. Выпали. И что нужно сделать, чтобы их отыграть получается. Нужно купить акции. А чтобы купить акции, нужно сначала пополнить счет. Соответственно, наводите на вот эту валюту рубль. Вводите пополнить. И пополняете на какую-то сумму. Я рекомендую пополнять от 3000 рублей. То есть вам нужно сделать оборот 15 тысяч. При желании вы можете закинуть 15 тысяч. На них купить сразу акции. Сразу их продать. И сразу вывести подарки вместе со своими 15 тысячами. Либо можете закинуть меньшую сумму. Кто-то закидывает там 1000 рублей. Кто-то вообще 500 рублей закидывает. И вот на эту 1000 рублей туда-сюда продает. Но здесь какой момент? Здесь момент то, что дольше времени на это понадобится. И то, что не все акции будут доступны. Потому что акции, ну, они как лотами продаются. И некоторые акции дорого стоят. Поэтому я вот рекомендую именно 3000 закинуть. Эти деньги никуда у вас не пропадут. Вы их потом также выведите. Закидываете их на брокерский счет, получается. Теперь в приложении выбираете, что купить. Такой вот значок. Выбираете акции. Выбираете российские. И начинаете покупать акции. Дальше. Важнейший момент. Важнейшее. Акцентирую внимание ваше на этом моменте пристально. В условиях акции написано. Нецелевые операции. Направление брокеру на протяжении одного торгового дня. О последовательных торговых поручениях на совершение сделок покупки и продажи с одной и той же ценной бумагой. Цена покупки, в которых выше цены, либо равна цене продажи на протяжении одного торгового дня. Соответственно, что это значит? То есть нецелевые операции, они не идут в зачет 15 тысяч оборота. И более того, если вы будете целенаправленно делать такие операции, вам могут отказать в участии в акции. Потому что здесь в условиях акции где-то написано было, что на свое усмотрение Тинькофф может отказать вам в получении бонусов, если заподозрит вас в мошенничестве, так сказать. Соответственно, нецелевые операции. Что это такое? Показываю. Рассказываю. Это если вы, допустим, вот купили одну акцию в один день, продали ее, и тут же купили снова эту же самую акцию, и тут же ее продали. То есть вам нужно покупать и продавать разные акции. Если вы забыли, какие акции вы покупали, продаете, я рекомендую даже где-то на бумажке, на листочке писать, то что вот, допустим, я первый купил, ну, первый попавшийся, купил EAN Plus Group, допустим. Выбираю ее. Здесь будет купить. То есть цена акции 695 рублей. Здесь количество доступных лотов 4, ну, на мой баланс 3000 рублей. Здесь должна стоять рыночная заявка, ну, по умолчанию она так и стоит, рыночная заявка по лучшей цене. И жму создать заявку. Хоп, куплено 4 акции. Если зайти в мой портфель, посмотреть, то именно в акциях у меня появится вот это EAN Plus Group, то есть это не подарки. Выше у меня подарки вот здесь находятся, а здесь вот именно у меня конкретно моя, уже купленная на мои деньги акция EAN Group. Тут же я по ней нажимаю, ну, там спустя минуту, может быть, спустя несколько секунд, выбираю создать заявку. Здесь вот будет не продать, ну, то есть здесь будет пункт продать. Здесь также ставим количество лотов и создать заявку. То есть это заявка на продажу. Также по рыночной цене должна быть, по лучшей цене. Создать заявку. Вот тут же она у вас продается. Как вы видите, разница вот в покупке 2784 и в продаже 2780. То есть 4 рубля вот я потерял, получается. И при этом я не платил комиссию. То есть, напомню, если по моей ссылке открывать, я, соответственно, тоже открывал по ссылке друга, то нет комиссии за торговлю в первый месяц. И, соответственно, за счет этого можно оборот без комиссии провести. Только потеряете там копейки буквально на разнице в цене покупки-продажи. Дальше. Я пришел сразу посмотреть подарочные акции. Минуты ранее я вам показывал, где посмотреть этот оборот. У меня сразу здесь в обороте добавилась сумма. И, соответственно, мне осталось меньше делать оборот. Я пошел снова покупать акции по тому же принципу. И теперь следующая компания там эталон групп. Ну, то есть это отличается компанией. Я напоминаю, акции одной и той же компании нельзя продавать в течение одного дня. То есть вам нужно выбирать разные акции. Следующий эталон групп. Вот я, допустим, выбираю. Мне доступно 22 лота. Максимально доступное количество я ввожу. Также рыночная цена, лучшая заявка. Создать заявку. Купить. Тут же ее продаю, выставляю на продажу. Продать. Получается, здесь вот 2 рубля на этой операции я потерял. Все. Следующая. Петропавловск, ПЛЦ, какая-то компания. Здесь эта акция стоит 28 рублей. Но она продается только лотами по 100 акций. Соответственно, вот почему я вам рекомендовал 3000 закинуть. Что 3000 вам чаще всего будет хватать, чтобы купить акции каких-то компаний. И тут же их продать. И чтобы это именно были разные компании. Петропавловск. Купил. Продал. Причем, что характерно. Вот на... Так, подождите. Петропавловск, получается, и купил, и продал. Одна и та же цена. То есть, здесь я на покупке-продаже вообще не потерял. Ни рубля, ни копейки. Дальше. Следующая компания. Киви. Купил, продал. Следующая компания. Аптечная сеть. 36,6. Купил, продал. Пару рублей потерял. Здесь и здесь по паре рублей потерял. Но при этом комиссию, как видите, я не плачу. Потому что по ссылке друга открывал брокерский счет. И Алрос еще купил, продал. А тут я подумал, что, по-моему, я уже выполнил оборот. Зашел. И смотрите. То есть, получается, где-то вот здесь вот уже на Алросе, скорее всего, у меня уже выполнился оборот. А я заходил, и у меня вот здесь вот, ну вот, последний пункт оставался, и он не заполнялся. И тогда, когда я последние акции купил, получается, в кейс-системе я последние акции купил. Я их сразу не продавал, а подождал какое-то время. Продал. И после этого у меня вот здесь, ну как, заполнилась эта штука. И, соответственно, появилась возможность продавать подарочные акции. Соответственно, смотрите. Вот 3 010 рублей у меня было на счете. 2 995 рублей осталось. То есть, я потратил 15 рублей на то, чтобы сделать оборот 15 тысяч. Вот. Вот это все мои затраты. Все, теперь заходим в мои подарочные акции, нажимаем на любую подарочную акцию. И появится возможность ее продать. Соответственно, продаем. Самая приятная часть была вообще прям просто клик 400 рублей. Клик 200 рублей. Клик 700 рублей. Клик 500 рублей. Блин, ну просто кликаешь и просто реально деньги из воздуха. Хоп-хоп-хоп-хоп. Было приятно вот так вот прокликать. Забрать все подарочные акции. Здесь обновил список. Убедился, что все подарочные акции я продал. Ну, вперед-назад нажал. Все подарочные акции я продал. Смотрим. Они реально упали на мой брокерский счет. 5 491. Тут же я поставил на вывод. На свою дебетовую карту Тинькофф. 5 400. Услуга вывести 24 на 7. Сейчас покажу, что это за услуга такая. Ну, это бесплатная услуга для удобства клиента. И тут же мне 5 400 упало на счет. Напоминаю, из этих 5 400, 3 тысячи я своих заводил, чтобы сделать оборот. А 2 400, ну и там еще какие-то копейки остались на брокерском счете. Я не прям копейка в копейку выводил. Потому что я собираюсь пользоваться сейчас. Попробовать вот этими инвестициями для самого себя. Мне это интересно попробовать. Просто показать вам, что реально вывод работает. Все, деньги, которые подарочные я получил. Я их вывел. И теперь могу распоряжаться ими как хочу. Что это за услуга 24 на 7 так называемая. Вот здесь вот когда будете выводить, вам будет написано. Вы соглашаетесь с услугой вывод 24 на 7. Эта услуга заключается в следующем. Вы подключили бесплатную услугу. Это значит, что не нужно ждать несколько рабочих дней, пока деньги с брокерского счета поступят на карту. Вот. Ну и можно прочитать еще вот то, что это услуга. Идет она без комиссии. Вывод без комиссии. Дальше. Что еще я хотел рассказать по этой акции. Карта Тинькофф. Вам понадобится дебетовая карта Тинькофф. Соответственно, если она у вас уже есть, это хорошо. Если у вас ее нет, то она выпускается бесплатно. Но обслуживается она 99 рублей в месяц. Соответственно, вы первый месяц можете заплатить эти 99 рублей. А потом, после того, как получите прибыль с Тинькофф Инвестиции, либо закрыть эту карту, либо написать в чат в поддержке о том, что вы хотели бы перевести эту карту на бесплатный тариф. Это можно будет сделать после того, как вы пройдете обучение. И карта дебетовая Тинькофф, она по умолчанию выпускается с подключенным смс-информируемым. Оно там стоит в районе 60 рублей. Ее будет доставлять на дом специалист Тинькофф. Соответственно, когда этот специалист приедет, вы его попросите отключить это смс-информирование сразу, чтобы 60 рублей не платить. Вроде бы ни о чем я не забыл рассказать. Самое главное то, что сроки акции до 31 октября. То есть и до 31 октября нужно именно успеть открыть брокерский счет. Если вы его успели открыть, то, как мне написали в поддержке, проходить обучение уже можно позже. И, соответственно, после того, как вы пройдете обучение, вот эти вот 10 уроков, у вас будет 90 дней, чтобы совершить оборот 15 тысяч. То есть прям до последнего не откладывайте оборот. Ну, я думаю, навряд ли вы будете откладывать возможность получить деньги на халяву, но тем не менее. Вроде бы все самое важное я рассказал. Если вдруг о чем-то забыл рассказать, может быть, напишу в комментариях. Если у вас какие-то вопросы есть, пишите в комментариях. Напоминаю, постараюсь ответить. И если не смогу ответить, то можете написать в чат поддержки Тинькоффа. Поддержка Тинькоффа быстро отвечает. Мне понравилось, как у них поддержка работает. Ну, а так, акция рабочая. Я убедился на себе, что деньги мне пришли до 25 тысяч рублей. Не знаю, сколько вам выпадет. Может, кому-то выпадет 10-15 тысяч. Я не знаю, может, кому-то акция Microsoft упадет за 200 долларов. Может быть, кому-то также упадет, как и мне, на 2-3 тысячи рублей. Но, тем не менее, даже 2-3 тысячи рублей, по сути, просто это деньги реально из воздуха. И я считаю, что они лишними не будут. Если вы так же считаете, то участвуйте в акции. Если не считаете, то не участвуйте. Дело добровольное, как говорится. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.